Здравствуйте! Вы смотрите новости на городском телеканале ЮТВ, где наши корреспонденты рассказывают о событиях, произошедших в Оренбурге и области, а эксперты дают им оценку. Меня зовут Наталья Богданова и вот о чем поговорим сегодня. На спуске к Уралу появились новые дефекты, потрескались сразу несколько балясин. Причины выясняются. В правительстве состоялось очередное совещание, где обсудили строительство Макдональдса. На вопрос, что именно обсуждалось, чиновники отвечать отказались. Не все оренбургские компании привлекают клиентов законными способами. В Оренбурге продолжается война домофонщиков. Оренбургские КВНщики впервые вышли на сцену после перерыва из-за пандемии. В игре участвовало рекордное количество команд. Более подробно об этих и других новостях расскажем далее в выпуске. Главное предприятие Светлинского района продают за 230 миллионов рублей. Светлинский ферроникелевый завод выставлен на торги. Информация появилась на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Сообщает Урал56. В стоимость 29 миллионов 898 тысяч рублей включены земля, здание, все оборудование и автотехника. Все будет распродано на торгах одним лотом. Напомню, что в 2020 году на мощностях обанкротившегося ферроникелевого завода было запущено новое предприятие – шлако-железорудный концентрат. Однако проблема заводчан это не решила, ведь уже через несколько месяцев стала появляться информация о задержках зарплат и отправках рабочих в простое. В сети снова появились фотографии разрушающегося мансуровского гранита на спуске к Уралу. В этот раз образовались трещины на балясинах. Какие факторы повлияли на повреждения и кто будет их устранять? В материале Ванессы Петерс. Встречают весну спуск набережной Урала с новыми повреждениями. Мансуровский гранит пустил трещины. Ими покрылись 8 балясин с левого и правого крыла спуска. Кроме того, сегодня можно увидеть последствия недавних суровых морозов. Клей между гранитными плитами начал отходить. В администрацию гордо заверили, что дефекты будут устранены весной. А пока на безопасность жителей они никак не повлияют. Я думаю, что ошибка в инженерных расчетах. Но если посмотреть, что имеется смещение по горизонтальной оси, то мое мнение, что все-таки проседает грунт. По словам Юрия Богатого, строителя с многолетним опытом, мансуровский гранит – долговечный камень. Он считает, что все дефекты и повреждения, вероятнее всего, связаны с качеством выполнения работ. Однако, чтобы выяснить точные причины, необходимо проводить профессиональный мониторинг в соответствии с ГОСТом. То ли это основание дало просадку, то ли это перезагруженные косауры, которые тоже, в свою очередь, начинают тянуть всю конструкцию вниз. Ранее спуск был из бетона. Плотность бетона 2500 на метр кубический. Плотность гранита 2800. 300 килограмм разницы она, ну, скажем так, могла сыграть. С вопросом, с чем могут быть связаны многочисленные дефекты, мы обратились в подрядную организацию. В числе возможных причин Игорь Кириллов технических ошибок не назвал. Возможное погодное воздействие, возможно, какое-то вандальное воздействие. Ну, причины на сегодняшний день, они выясняются. Прямо говорить сейчас об этом однозначно невозможно, так как погода меняется, немножко нужно подождать. Все, что касается наших гарантийных обязательств, это будут выполнены в кратчайшие сроки, но когда будут позволять погодные условия. Администрация города уже начала проверку и выявление всех дефектов на спуске к Уралу. Всего специалисты насчитали 8 поврежденных балясин и 20 гранитных плит. Ванесса Петрос, Павел Чекмарев, городской телеканал ЮТВ. В мэрии сообщили, что привели в порядок памятник Юрию Гагарину в национальной деревне. На выходных неизвестные замазали зеленой краской часть постамента памятника. Вандалы замазали автограф первого космонавта. Очевидцы начали делиться фотографиями в социальных сетях. Установить личности нарушителей пока не удалось. Их могут привлечь к уголовной ответственности по статьям «Вандализм» и причинение ущерба чужому имуществу. В Оренбурге вновь обсудили строительство ресторана «Макдональдс». В областном правительстве прошло совещание, на котором присутствовали главы профильных министерств и городские чиновники. Однако все должностные лица отказались рассказать о принятых решениях. В прошлую пятницу прошло совещание по строительству ресторана «Макдональдс», на котором присутствовали вице-спикер ЗАГС Собрания Оренбургской области Александр Кунеловский, министр экономического развития, министр архитектуры, депутаты городского совета и начальник департамента градостроительства. Примечательно, что в Минархитектуре и Минэкономразвитие от комментариев отказались, сославшись на то, что совещание будет закрытым. Не захотели раскрывать подробности и в мэрии. Я присутствовал, но я бы не хотел пока комментировать этот вопрос. Напомню, после публичных слушаний, на которых жители высказывались против строительства ресторана «Макдональдс» рядом со сквером жертвам радиационных аварий, от застройки отказались. Среди причин люди называли торговый комплекс рядом с зеленой зоной, где уже есть множество ресторанов и кафе. Начальник департамента градостроительства и земельных отношений Оренбурга сообщил, что компании «Макдональдс» предлагали и другие места для строительства ресторана. Однако они отказались. Мы предлагали сети питания территорию по улице Беляевской зауральной части города. Мы знаем, у нас поступали обращения от жителей о том, чтобы там тоже разместили. Были другие территории, но пока, к сожалению, не знаю, как говорить, территория востребована именно по улице Нового. Выбрали это место, может быть, точка притяжения. У нас там рядом торговый комплекс. Будет ли построен восьмой ресторан «Макдональдс» и почему вопрос об этом обсуждается за закрытыми дверями, остается неясно. Ранее депутат Горсовета Нурлан Маджасаров заявлял, что глава региона Денис Паслер лоббирует интересы этой компании. А вот вице-спикер Заксобрания Оренбургской области Александр Кунеловский публично заявил о том, что строительства нового ресторана фастфуда не будет, на камеру выкинув пакеты с «Макдональдса». Вузы и бизнес теряют миллионы рублей из-за монополизации поставок природного газа. Чтобы решить эту проблему, они встретились с представителями Минэкономразвития и УФАС за круглым столом. Подробнее о встрече в материале Александра Коцуна. «Газпром Межрегионгаз» проверяет отопительное оборудование предприятий и образовательных учреждений, после чего переводит их на новую систему начисления оплаты, по нормативу которой устанавливается в зависимости от диаметра трубы. В результате стоимость услуги «Газпрома» возрастает в разы. Компания «Русяква», например, раньше платила за отопление около 40 тысяч рублей, теперь 400 тысяч. Предприятие выигрывало касацию в суде, проверки «Регионгаза» признаны незаконными. Однако «Русякве» продолжают приходить большие счета. «На нас оказывается колоссальное давление, потому что мы являемся субъектом малопредпринимательства, все наши ресурсы уходят на борьбу с этим монополистом, работа практически парализована, у нас банкротное состояние на данный момент». Трудности испытывают и образовательные учреждения. Так, аграрный университет уже перевели на новую систему расчета. Пока что АГАУ платит за фактическое потребление газа, но уже в этом году диаметр труб отопительной системы повлияет на расходы университета. «Мы являемся бюджетным учреждением, мы не располагаем ресурсами дополнительными, чтобы получать соответствующие акты и платить за это». На обсуждении сложившейся проблемы присутствовал представитель «Газпром» газораспределения, которая отвечает за подключение абонентов к системе отопления. Но представителей «Газпром» межрегион газа на встрече не было, поэтому на вопросы предпринимателей о стоимости их услуг никто не смог ответить. Должностные лица заявили о необходимости прийти к компромиссу. «Механизмы взаимоотношения и урегулирования вопросов монополистов и предпринимателей, они абсолютно точно есть. Подлить масло, смазать механизм, перезапустить его возможно, и он все-таки должен двигаться». Однако конкретных путей решения проблемы больших счетов за отопление так и не нашли. Поэтому представители малого бизнеса продолжают терпеть убытки из-за повышения расходов на газ и судебных издержек, до каких пор остается неизвестным. Мы будем следить за развитием событий. Александр Кацун, Максим Марарь, городской телеканал ЮТВ. Недобросовестная конкуренция. Компания «Цифралсервис» незаконно демонтирует домофонное оборудование и принуждает собственников заключать договоры на обслуживание. Об этом заявили представители компании «Уфанет». Наши корреспонденты пообщались со всеми сторонами конфликта. Домофоны в семи подъездах. В доме номер 17, дробь 1 по улице Диагностики обслуживала компания «Домофоны Оренбуржья». Однако с 1 декабря этот дом перешел в управление организацией «Цифралсервис». Жителей о смене обслуживающей компании уведомлять никто не собирался. Купить купили, но они же не купили собственников многоквартирного дома. Когда уже вмонтировали эти панели, стали продавать нам ключи, вот тогда все это и выяснилось. Решили выбрать «Уфанет» нашей компании, которая нас будет обслуживать. Только после этого компания «Уфанет» поставила свои панели. С такими же проблемами столкнулись жители дома номер 312 по улице Пролетарской. В двух подъездах домофоны демонтируют и устанавливают заново. Ситуация повторяется уже в третий раз. «Мы сами не понимаем, в чем дело. Утром ушла, был один домофон, пришел другой домофон». «Мы написали расторжение, написали заявление на то, что мы работаем с «Уфанетом». То есть обратились, далее были составлены договора с каждым из жителей. Мною было написано заявление в «Цифрал» вторым числом о том, что мы расторгаем, о том, что мы работаем с «Уфанетом» и просим вас демонтировать самостоятельно свое оборудование». «Жители выбрали компанию, которая будет обслуживать их домофонную сеть, компанию «Уфанет». Компания «Цифралсервис» демонтировала оборудование и монтировала оборудование безосновательно. Были вызваны сотрудники ЧОПа, которые их охраняли, и это было больше похоже на реддерский захват». «Вы что будете делать?» «Вы же препятствуете законному слованию». «Ты что? Что я сделал?» Сотрудница компании «Цифралсервис» сообщила нашему телеканалу, что жители второго подъезда не знали о собрании собственников. По ее словам, она самолично собирала подписи за обслуживание квартир именно их организацией. И многие жильцы это поддерживали. «В этом подъезде лично было пять протоколов не отдано. Именно на прокуратуру, на проверку идентичной подписи они попросили. Это то, что они уверены, что их подпися были подделаны». «Компанию «Уфанет» они по порядку, как положено, провели всю работу. Разъяснительную, агитационную». «Жильцы провели всю процедуру, как и должно быть, по жилищному кодексу Российской Федерации. Соответственно, был собран протокол, который был направлен в управляющую компанию. Соответственно, управляющая компания этот протокол вывесила на сайте ГИС ЖКХ, ну и далее была проведена проверка ГЖИ. Если у кого-то возникают сомнения, соответственно, можно зайти на сайт ГИС ЖКХ и посмотреть решение собственников». Чтобы узнать, на чьей стороне правда, мы обратились в госжилинспекцию. В официальном ответе нам подтвердили, что собственники квартир и на улице диагностики, и на улице Прилетарской приняли решение о смене компаний, обслуживающей домофоны, и выбрали Уфанет. Общим собранием приняты следующие решения. Расторгнуть действующие договоры на оказание услуг по техническому обслуживанию замочно-переговорных устройств. Согласовать акционерному обществу Уфанет модернизацию действующих замочно-переговорных устройств путем установки системы «Умный домофон». Заключить собственникам помещений договор с акционерным обществом Уфанет на техническое обслуживание системы «Умный домофон». Также в ГЖИ отметили, что решения общего собрания являются обязательными для всех собственников квартир. Однако в доме номер 17-1 по улице Диагностики три подъезда продолжают обслуживать цифралсервис. Из ответа госжилинспекции становится ясно, что делает эта компания без законных оснований. Кроме того, продолжается и череда демонтажей домофонов компаниями-конкурентами. Жильцы задаются вопросом, сколько еще это будет продолжаться и почему их мнение никого не волнует. Анастасия Клесова, Юлия Тюшевская, Олег Николаев, Городской телеканал ЮТВ. Первый месяц весны готовят россиянам ряд законодательных изменений. Они коснутся начисления детских пособий, персональных данных и участия в митингах. Как именно изменится жизнь оренбуржцев с 1 марта в материале Валерии Шаровой. С 1 марта управляющие компании обяжут производить ежедневную влажную уборку в помещениях общего пользования. Кроме того, при установлении минусовой температуры обязательными станут антигололедные мероприятия. В связи с этим эксперты прогнозируют возможное повышение тарифов за ЖКХ для граждан. В России усилили защиту персональных данных. Если раньше гражданин позволял обработку персональных данных, поставив галочку перед пунктом «Разрешаю», то теперь каждый сайт обязан спрашивать у пользователя, какие именно данные разрешено публиковать или передавать третьим лицам. Имя, адрес, номер телефона. При умолчании решения пользователя данные также запрещается распространять. За это предусмотрен штраф. В России увеличили штраф за неповиновение сотрудникам полиции, в том числе на митингах. За однократное нарушение закона предусмотрен штраф для граждан в размере от 2 до 4 тысяч рублей. Или арест до 15 суток. Также вводится новый вид наказания. Это обязательные работы до 120 часов. За повторное нарушение наказание уже жестче. Штраф от 10 до 20 тысяч рублей. И срок исправительных работ до 200 часов. С 1 марта иностранным агентам может грозить уголовная ответственность в случае уклонения от подачи заявления в реестр Министерства юстиции. Минимальное наказание штраф до 300 тысяч рублей. Максимальное – лишение свободы до двух лет. Кроме того, за производство и распространение материала, в том числе в интернете, без специальной маркировки иностранного агента, ждет штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей. Валерия Шарова, Артем Букреев, городской телеканал ЮТВ. Пакет нововведений, вступающих в силу с 1 марта, говорит об ужесточении политического режима в стране. Так считает глава Оренбургского отделения Комитета против пыток Сергей Бабенец. Это может привести к негативным последствиям. Подробнее в рубрике «Экспертное мнение». Партия власти «Единая Россия» имеет в настоящее время абсолютное большинство и, по сути, принимает любой законопроект. А в этом году, в сентябре, будут очередные выборы в Государственную Думу. И партия власти, я так считаю, боится утратить это абсолютное большинство. Поэтому сейчас, с самого начала года, с января, даже с конца прошлого года, происходит тотальное закручивание гаек, выключение любых протестных голосов. Я думаю, что до сентября будет все больше и больше и больше это нарастать. С рубежом тех же Соединенных Штатов Америки и в Европе максимальное внимание сейчас уделяется именно противодействию иностранного влияния на политические процессы. Поэтому чисто такая логическая посылка и объяснение у власти, конечно, были, когда принимались эти законы. Социолог и политолог Галина Шишукова считает, что новый законопроект в том числе ограничивает и деятельность журналистов. Теперь признать иностранным агентам гораздо проще и средства массовой информации. У нас и так в журналистике существует такая добровольная самоцензура, прямо скажем. То есть у нас многие журналисты просто боятся тех или иных осложнений из-за своей деятельности. Теперь они будут бояться еще больше. Стать иностранным агентом в современной России проще, чем сдать нормы ГТО, наверное. Либо ты готов на себя повесить желтую звезду, что ты враг народа, иностранный агент или шпион, какие ассоциации еще могут придумывать люди. Либо ты сидишь в тюрьме. Скорее всего, никаких мероприятий, связанных с протестами, тем более мероприятий, которые сейчас вообще запрещаются, их, конечно, не будет. В минувшие выходные после длительного перерыва прошел фестиваль региональной лиги КВН. В ней приняли участие 25 команд. Это рекордное число для Оренбурга. Кто смог покорить зрителей и жюри? В материале Сабира Едгорова. Это Славка. Славка у нас не мой, но вы не подумайте. Незакрасивый глазки в команде. Человек-легенда. Озвучивал Чарли Чаплин. Я, между прочим, опасный человек. Я на сообщения ВТБ отвечаю стикерами Сбербанка. Сегодняшний фестиваль, он рекордный. Во-первых, он 20-й юбилейный, и на нем рекордное количество команд 25. Дальше в планах, если ничего опять не изменится, продолжать этот сезон, делать турнир молодых команд, и школьную лигу возвращать, поднимать. Всю пандемию в моей голове пульсировала одна единственная мысль. Ну когда же, когда же случится КВН? Створчество это всегда классно, и когда есть площадка, на которой ребята могут самореализовываться, это очень круто. По итогам фестиваля в следующий раунд не смогли пройти 9 команд. Многие участники впервые пробовали себя на большой сцене и получили бесценный опыт. Как признался нам один из участников, самое сложное – это перебороть волнение. Самое сложное – стоять за минуту, мне кажется, до выхода, когда ты знаешь, что все поставлено, все готово, но какое-то волнение никогда не уходит, оно всегда есть. И вот это волнение дает какую-то такую энергию прикольную. Вот с таких сцен, с ДК молодежного, и вырастает величина, допустим, уровня Азамата условно, либо вот наш оренбургский премьер Тимофей Зайцев. В новый сезон Оренбургской лиги КВН прошли 16 команд. Команда КВН 17-43 стала обладателем Золотого кубка. Второе место заняли гости фестивалей Самарской области. Команда КВН – Площадь мира, которые впервые были на оренбургской сцене. В следующий раз юмористы планируют собраться весной на играх 1-4 финала. Собирь Едгоров, Павел Чекмарев, городской телеканал ЮТВ. Первую неделю марта оренбургские синоптики прогнозируют снежно и с заморозками. Однако граждан это не пугает, и у многих уже появилось весеннее настроение. Подробности в рубрике «Твое мнение». Вот, как видите, отлично. Идем, смеемся. Это очень хорошо, да. Тепло на улице, наконец-то. Дождались тепла. Очень хочется тепла. Отличное настроение. И, я не знаю, чувство легкости внутри, вот эта воздушность. Мы все смотрим в будущее с улыбкой, с позитивом. Ждем солнца, ждем радости. Все хорошо. Я недавно родила дочку, поэтому я жду скорее теплого, какого-то настроения, чтобы гулять, ходить, радоваться. Все-таки весна – это всегда все расцветает, все оживает. Чтобы было на весеннее, чтобы, знаете, не было такого мороза, не было дождя. Потихоньку сходил снег, ну и, конечно, каникулы детей. Просто жду хорошего настроения, тепла. И очень хочется, чтобы вокруг люди стали теплее, добрее, чтобы была любовь у всех. Я хочу, чтобы всегда тепло было, и особенно внутри. Чудо не жду, чудо буду делать, буду сам творить что-нибудь особенное. На этом у меня все. Еще больше новостей смотрите на нашем сайте utv.ru или в инстаграм-аккаунте utv.orin. Если у вас возникли вопросы или вы хотите поделиться своими новостями, звоните по номеру телефона 430045. С вами была Наталья Богданова. Всего вам доброго. Оставайтесь на ЮТВ. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok